Продолжение следует... Вышла тонкая копия. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Зиту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Зиты поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Зиту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она в этой комнате машет нам. Хорошо. Скэнер просканирует сейчас Зиту. Отключи эту колбу, отключи эту голограмму. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. И как это все выйдет, сила моего намерения, я отправляю это в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Она выказывает, это колба. Она по диагонали, как гирлянда, перепутана. Как проволока колючая, которая затягивалась. Она знает, откуда это? Она не знает, но она устала от этой колбы. Готова. В клетке? Да. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Зиты, под ногами 360 градусов. Вокруг нее. Все 7 тонких тел Зиты. Находят. Все. Рептилоид. Репт. Хорошо. Кто еще? Сколько играет? Там 2, 1 мимикрирует. То есть 3 в целом. Хорошо. Тот, который мимикрирует, Влад, дай ему удар 100 тысяч герц. Удар. Робот. Отлично. Идем дальше. Итак, рептилоид 3 грейда. Близзард. Инсектоид. Что-то он странный какой-то. Сними с него маски. Снимаются маски и голограмма. Инсек предстается гласно своему эфирному коду ДНК. Все сущности предстаются гласно своему эфирному коду ДНК. Это инкуб, а не инсектоид. Он что, мимикрировал под инсектоид? Ну, у него чуждания какие-то, да. Он сейчас наполнился. У него что-то есть, как накидка. Хорошо. Итак, инкуб у нас. Дальше. Без. Все. Итак, начинаем работать. Вы находитесь на чистке. Сейчас мы начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет отвечать неправду, тот будет наказан. Даю команду тонкой копии ЗИТ и спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогену низкой аббрационной энергии в ее биополе. Каналы выстраиваются. Выстраивая также прямой канал к этой колбе от ЗИТ. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к ЗИТе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Какой у нас без? Восемь. Сколько ты находишься в этом биополе? Без недолго. Пять месяцев. Пять месяцев. Ты присутствуешь в квартире? Нет, я в доме. То есть это дом, который мы сегодня второй будем чистить, да, Вера? Да. Хорошо. Начнем из этого дома. Хорошо. Инкуб. Че ты мимикрировал? Использовал свою магию. Ну, и че? Как? Магия твоя. Ты знаешь, ты мужественный. Потому что здесь выкидывать такие номера – это очень опасно для твоего существования вообще. Скорее всего, ты не понял, куда ты попал, Инкуб. Он показывает, он этим плащом закрывается и типа визуализирует, наверное. То есть все его мысли должны передаться нам. Ну, и как? Передались нам твои мысли? Он еще учится. Учись в другом месте. Я тебе рекомендую, потому что здесь учение твое может закончиться твоей гибелью. Сколько ты находился в этом биополе, Инкуб? Тринадцать лет. Тринадцать лет. Итак, Лизард. Сколько Лизард находился в этом биополе? Четыре года. Что конкретно ты делал в ее биополе? Ты сидела в сердечной чакре? Голосовая сердечная. Ну, и как это отражалось на физическом плане? Срыв голоса, интонации, подъем, испад, также чувства. Он показывает ее, она как трепещет, он делает такие, усугубляет ее чувства. Во сколько раз ты усугублял эти чувства? Он прям показывает на сердечной чакре, сам весь вибрирует, и у нее начинается. Эти вибрации. От нижних до верхних. Передается вибрация, понятно. Ну, я так и думал, в принципе. Хорошо. Идем дальше. Рептилоид. Какой у нас рептилоид, Вера? 208. 208. Ты военный? Я лаборант. Лаборант с 208 уровнем. Интересно. Какая цель твоей подключки к этому человеку? Ученый. Хорошо, ты ученый. Итак, ученый, объясни мне, какая цель вашей подключки здесь, и почему я увидел то, что я увидел. Вот эту колбу, вот эту перемотанную королючей проволокой, подогнанную под ее тело, крепление. На каком основании вы находитесь вообще в этом биополе? У вас есть согласие этой души? Много вопросов, как видишь. Эксперименты? Согласия нет. Мы экспериментируем энергиями. Ну и в чем этот эксперимент заключался? Я не пойму. Погружение физического тела в матрицы Земли в определенные энергии космических структур, неверные и не предназначенные для жизни на Земле. Связь, скрещивание и мутация. Связь, скрещивание и мутация. Энергии. Мутация и энергии. Понятно, вы хотите сделать что-то между вами и человеком, среднее такое? Создать среду для вашего биоробота. Понятно. И в этом ваш заключается эксперимент. Ты понимаешь, что такие действия? Чтобы расширить возможности нашего нахождения, а также более прямого забора биологических тел. Вы разобирали биологическую копию, биокопию, биоматериал, частички души? Душа есть в создании колбы, чтобы была полная комплекция между пространством, биороботом и энергией, наполняющим колбу. Определенные пары она выдает, когда стягивается проволока. Мой вопрос заключался в том, отправляли ли вы уже копии ее на свой мюр. Хорошо, скэнер, проскэнер, полноту души. Зиты на настоящий момент. 95. 95%. 5% должно находиться в этой колбе. Хорошо. Реверс закончился, я полагаю, да? Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Зита забирается чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Зита себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усиливая все в 50 раз. Кто из вас находится еще в квартире Зиты? Рептилоид и Грей. Рептилоид и Грей находятся в ее квартире. Хорошо. Бес находится в доме. Бес, мы дом сегодня тоже чистим. После того, как мы хозяина почистим. Ты там один или еще есть демон? Или черт? Кто там помогает? Там просто столько места, столько дверей, столько комнат. Остальные проходящие. Я буду собирать просто негатив в этом доме. Если тебя интересует, ты мне просто скажи. Интересует. Кооперируй со мной, ты его получишь. После того, как ты мне покажешь все порталы, как все уберешь, что ты оставил, как я разберусь с другими сущностями, я собираю весь негатив. После этого буду выставлять защиты. Поэтому до того, как я их выставлю, ты можешь уйти не с пустыми руками. И еще ответь мне. Есть ли лярвы в биополе и Зиты? Есть. В каких местах? Руки. Руки. А почему руки? От твоих веревок? Нет. От проволоки. Рептилоиды и Грей. Понятно. Хорошо. Счем окончание реверса? Вот так. Сканеры просканировали полноту души и Зиты на настоящий момент. Просканировали 95. Мы после реверса сейчас, я хочу просканировать. Мы до реверса. А где 5% находится? Они говорили в колбе. В колбе их нет. Сейчас посмотрим. Тебе кто-то мешает? У рептилоида нет. У него есть копия этой колбы небольшая. Она при нем находится? Да. Он ее держит. Рептилоид, тебе не кажется, что это тебе не принадлежит? Ну, у него твоя качество. Оно не принадлежит, но отдавать он не хочет. Он не хочет мне отдать. Потому что он уже забрал. Хорошо. Я тебе даю второй шанс подумать. Он в проигрышном положении, поэтому на сейчас он отдаст. Хорошо, эта колба выходит. Ты знаешь, рептилоид, мне твое разрешение в принципе не надо было. Я это просто бы забрал. Я тебе просто дал шанс уйти не с дыркой в голове, а с ним куском. Если еще кто-то позволит себе из присутствующих такое выкинуть сейчас, он очень серьезно пожалеет. Колба вышла? Колба вышла. Ты знаешь, он нравится душу мучить. Он так трудно расстается с ней. Мне нравится, что она именно в закрытой, и она у него. А сколько у тебя таких душ? Немного. Хорошо. Итак, колба вышла, да, Вера? Да. Спрашиваем Зиту, Зита. Там находится 5% вашей души, вы хотите их получить назад? Очень хочет, она здесь и ней. Отлично. Выстраиваем прямой канал от Зиты к этим 5% в этой колбе, и Зита забирает по праву все свои частички души, весь ДНК, биоматериал, все родные энергии, все мощным потоком пошло назад. Ей этот поток, он растекает по ее лангким копиям. Ты, Сергей, готова. Хорошо. Зита, вы сейчас видите эту всю ситуацию. Я так и не спросил сейчас. Я уточню, рептилоид с Грейм, сколько вы находились в этом биополе вместе с этой конструкцией? В 14 лет. В 14 лет. И перед тем, как я пойду дальше, у кого есть контракт с Зитой? Ни у кого. Отлично. Контракта ни у кого нет. Энергии вернулись, Вера? Да. Скэннер, полнота души Зиты на настоящий момент? 100. Зита, мы вернули вам 5%, у вас 100% души, у меня другого плана вопрос. Вы хотите вернуть всю эту боль, которая эта конструкция, эта колба, рептилоиды и Грейм доставляли вам последние 14 лет? Она хочет, эта боль живет у нее в сердце, она хочет ее вернуть. Отлично. Говори чуть громче, Вера. Хорошо. Так и сделаем. Мы вернемся чуть позже к этому разговору. Итак, начинаем с вытаскивания. Начинаем с беса. Бес. Выходи. Отключайся полностью. На месте доложить, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы, которая находится на руках. Есть еще где-то затемнение, кроме рук? Подошвы, ноги. Хорошо, там тоже можешь забрать все, когда я дам команду. У меня веревка в ногах такая, как восьмерка на щиколотках. Тормозил ее? Да. Хорошо. Разрешайте забрать. Он пытался закрепиться пока. То есть она тонкая такая еще. Играл он на ее хаотичности, как он говорит. Они с Лизардом очень похожие энергии собирали. Ну, Лизард все усилил, то, что бес начинал, тут все нормально. Или наоборот, тут она вибрирует, бес собирает. Вполне такая нормальная ситуация для них. Хорошо. Я разрешаю тебе забрать все лярвы. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Это больше затемнение черное, чем лярвы. Скопление каких-то энергий, боли. Рано или поздно это превратится в лярвы. В черное. Тяжесть в ногах. А это от них. Собрал. Хорошо. Инкуб. Выходи и снимай все, что ты оставил в ее биополе. Или мне называть тебя Инкуб маг. Нравится такое сочетание ему. Хорошо. Только ты должен сначала быть магом, чтобы тебя так называть. Пока у тебя не получилось. Итак, выходи, снимай свою накидку. Ничего не забывай. Отключайся и расскажи мне, как ты 13 лет воздействовал на нее? У нее тоже накидка. Он говорит, жил с ней. Развязывает он ее накидку с шеи. Как она воздействовала, эта накидка на окружающих? Как люди ее видели? Получается, эта накидка, она Инкуба. Инкуб руководил этой накидкой. Когда хотел, закрывал. Когда хотел, открывал. Когда хотел. Реакции какие-то у нее были, которые с помощью Инкуба. Ну а люди, как ее воспринимали, которые ей встречались? Как они видели ее? Смотря какие реакции. Если это мужчины, то есть это был скандал. И она сама не понимала, почему у нее такие реакции были. Это твоя работа. Хорошо. А если женщины? Между ними он показывает, как неприязнь. Неприязнь. То есть ни один... Не со всеми. Не со всеми. Они не хотели уступить друг другу. Но я полагаю, в другой человеке сидел тоже какой-то Инкуб. В общем, если Инкубу не нравилось, то шла неприязнь. Он решал, кто должен, а кто не должен. Все. Ну понятно, хорошо. Теперь понятно. Все снял. Хорошо, идем дальше. У него шеи такие, как энергетические, волновые, как ниточки. Вот он их сейчас скручивает все назад. То есть он играл от низкого до высокого диапазона. Дергал за них. У нее голос менялся. Низкого на высокий. Хорошо. Даже в одном слове она могла начать высоко, закончить низкой нотой. Я думаю, она знает, о чем идет речь. Готова. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Зиту на частоте рептилоида Грея, этого робота, этой колбы. Не осталось ли там еще что-то. Если что-то есть, выводи это сразу, отключай полностью. Чипы просканируй. Импланты, если есть, выводи их. Приступай. Выключай и выводи. Со спины он что-то снял. Скэнер. Плечи. И вся спина с плеч начиная. Что-то он... Он как утверждитель какой-то. Он как прозрачный больше. Готово. Хорошо. Открываю под этой конструкцией воронку в галактическое ядро. И она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Итак, у нас все все вытащили. Включаем внутренний белосвет Зити. Этим светом нам выдалит. Все негативное. Патогенное. Низкоабрационное. Остаточные энергии. На частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел. Все это выходит и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Но у него выходят энергии, потому что они, ее энергии, вот эти энергии, которые в колбе были, они смешали. Она некоторые даже не понимает, что это не ее чужеродные. Очень долго сидели. Она их воспринимает за свои. Шар вышел. Большой? Как мячик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию и даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Хорошо, Бес. Перед тем, как я тебя отпущу в дом, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Тогда назовешь мне частоты. Я их буду сейчас перечислять. Что является первой причиной, из чего все вытекает? Все понятно? Поехали. Выходит эмоциональный фантом Зиты. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит? Нет, черный фантом вышел. Черный? Да. Все эмоции, что ты перечислил, почти там находятся. Какой кошмар. Я вообще не представляю, как человек жил на таких эмоциях. Накопленный. Накопленный. Ну правильно, сбрасывать не умеет, поэтому и накапливается. Хорошо. Зита, эти энергии вы сгенерировали сами. Здесь вам уже никто не мешал. Это все ваши переживания личностные. Вы готовы, эти энергии, с ними расстаться? Да, конечно. Сворачивай энергии в шар. Забираешь бес? Ну, наблизывается, забирает. Отправляя бесу. Слушаю тебя. Скажи мне, что у тебя там так вкусно? Грехи. Грехи? В каком понятии? То есть эти накопленные какие-то грехи или это сочувствие о том совершенном? Угрызение совести, может быть? Ты это имеешь в виду или что-то другое? Или грехи, которые были до этого совершены? И переживания по ним? Переживаний много. Грешные себя считают. А есть основания считать себя грешными? Зачем это самое бичевание? Это на вашей чистоте. Он говорит, у нее спроси. Хорошо. Зита, я спрашиваю вас. Вы можете это как-то объяснить? О каких грехах он говорил только что? Она показывает себя. Она показывает, что у нее в груди накопилось очень много сожаления, горечи, разочарования за всю жизнь. Были многие периоды взросления и потерь. Это все скопилось в чем-то и себя винило, как и все. Это горечь еще осталась в ней? Нет, она вся вышла в черном. Значит, мы это уже убрали. Бес получил свой эмоциональный фантом. Хорошо. Бес отпускаете сейчас в дом. И где-то через час я приду. И уже дальше будем работать с тобой дальше. Все понятно? Да. Открывается портал в дом, где находится бес. Один, два, три. И бес уходит в этот портал. Дождается нас. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Готово. Хорошо, Инкуб. Ты понял, в это биополе тебе больше вход запрещен. Да, он понял, ему жаль. Готово ходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Лизард. Тебя это тоже касается. Ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. Лизард забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Хорошо. Зита, возвращаемся к нашему разговору насчет возврата всей этой боли, которую вы получали 14 лет от рептилоида с его свитой. Вы готовы отдать эту боль назад? Да, готово. Отлично. Выстраивается. Вернее, даю команду на счет 3. Эта колба перемещается в рептилоид. 1, 2, 3. Активирую ее, подключаю. Не может снять. Выстраиваю прямой канал от Зиты к этой колбе, в которой находится рептилоид, и включаю на полную мощность. В течение одной минуты Зита отдает всю эту боль, которую она получала 14 лет от рептилоида. 1, 2, 3. Пошел процесс. До 100%, не процентом больше. Сколько дал, столько и заберешь. Ему это было очень неожиданно. Законы мироздания еще никто не отменял. Его ломает тело. Представь себе, как ее ломало, представь себе рептилоид. Но у него по всему телу идут удары изнутри. Закончится автоматически. Как все отдадим. Хорошо. Все вернулось? Да, он макрый. Ну, бывает. Спотел. Жарко. Лето на улице. С силой моего намерения этот канал сжигается. 1, 2, 3. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. В чистую первичную энергию закрываю, печатаю, растворяю. Снимаю с рептилоида эту колбу, отправляю в соседнюю клетку. Готово. Готово. Хорошо, Грей, вы готовы получить такое же? Нет, они не готовы. Они машут руками, что нет, не надо. А почему нет? Вы 14 лет так старались. Рептилоид. А, ему хватит. А вам, значит, тогда не надо, да? Ну, хорошо. Я надеюсь, вам будет что предложить в следующей инстанции, потому что если вам нечего будет предложить, если у вас нет ничего интересного, судьба у вас будет тяжелая. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствуйте, Ли. У меня здесь рептилоид 208-й, три Грея, один из них робот. 14 лет сидел в биополе, мучили человека, дали откат той боли, которую человек получил. И вот сейчас вот рептилоид здесь, колба находится, и эти три помощника. Долго жители какие. Я сам удивляюсь, 14 лет. Забираю все, и колбу тоже. Благодарю тебя. Все забрали, готово. Отлично. Видите, Зита замечательно. Вот справедливость восторжествовала. Поехали по частотам. Переходим на чистоту неупокойной, бесплодной души. Душа есть. Хорошо, душа выходит, идет в клетку. Душа, представься. Эльза. Эльза. Эльза, ты пришла по какой причине в это биополе? Эльза в таком пенюаре. Пенюар. Да, она пришла в это биополе, потому что там достаточно энергии для Эльзы. А почему Эльза входит в чужое биополе без разрешения? Эльза хочет. Эльза три дня. Эльза три дня находилась. То есть ты пришла для того, что ты знала, что мы открываем порталы? Да. А, понятно, хорошо. Я просто думал, Эльза пришла и жила в этом биополе. Как давно ты закончила свою земную жизнь? Эта воплощадь. А почему так долго находилась здесь, не уходила? В каком возрасте ушла? Красивая она была. Тело красивое. Да. Нравилось многим. И что случилось? Почему жизнь оборвалась? Когда оборвалась жизнь, она в темноту попала. Она как во сне умерла, что ли. От чего? Не поняла, где она. Темно было. Да. И она спряталась, ждала, думала, сон и проснется. А причина твоей смерти какова? Таблетки. Она напилась таблеток. Ты закончила жизнь самоубийством? Она не хотела. Она хотела, чтобы пожалели ее. Вернуть мужчину хотела. Из жалости, да? Чтобы он понял, как ему не хватает меня. Хорошо. И что ты поняла, Эльза? Что я поняла? Я умерла. И закончила вот так вот свою жизнь. Из-за своей самовлюбленности. Хорошо. Сколько лет тебе было, когда ты в 2007 году закончила эту жизнь? Ну, молодая совсем. Хорошо, Эльза. Я не смею тебя больше задерживать. Ты действительно пришла по адресу. Мы открываем порталы. Светлый портал. В Чистилище. И дальше ты пойдешь уже по своему пути. Ты готова уходить? Готова. Открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. И Эльза уходит в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто находится по ту сторону и знает ее, и любит, встречает ее. Желаем ей всего наилучшего. Ее встречают? Да, она закрывала этот портал. Ее встречают. У нее длинный белый шелковый халат. Волосы очень красивые, блестящие, длинные. Красивая женщина. Ухоженная. Закрывай, опечатывай, растворяй. Вот так вот. Таблетки. Поехали дальше. Готово. Хорошо, Зита. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Удовлетворенно. Замечательно.